В этом видео мы с помощью теории вероятности поймем, чему равна сумма углов в сферическом треугольнике. Для начала, чтобы понять суть трюка, как углы можно интерпретировать с помощью теории вероятностей, мы рассмотрим сумму углов в обычном треугольнике, хотя, конечно, наверняка большинство знает, чему равна сумма углов в обычном треугольнике. Ну поехали. Но нам главное — связь между углами и вероятностями. Посмотрим произвольный треугольник. На плоскости пока что. Пока треугольник на плоскости. И давайте для каждой точки плоскости, вот есть какая-то точка плоскости x, введем долю окрестности рядом с x, которая принадлежит треугольнику. То есть давайте введем такую характеристику α от x. Это, соответственно, доля окрестности x, которая попадает внутрь треугольника. Давайте так и напишем. Это доля малой окрестности x, попадающая в треугольник. Давайте я для примера, чтобы проиллюстрировать концепцию, скажу. Вот в этой точке x у нее α от x равно 0. Потому что если я маленькую окрестность вот здесь нарисую, то она целиком попадает вне треугольника. А если я, например, нарисую точку внутри треугольника, это будет точка b, то у нее вся маленькая окрестность лежит внутри треугольника. Поэтому α от b равно 1. А если я, например, вот здесь возьму точку, то будет точка c. И возьму маленькую окрестность точки c. то α от c, доля окрестности c, которая попадает внутрь треугольника, вот эта попадает внутрь треугольника. То поэтому это будет ровно половинка. Ну и, наконец, если я возьму вершину треугольника, вот здесь вот пусть будет точка d. Ой, d похоже на α. О, у меня а еще нет. А α от А, оно будет равно как раз углу. Вот если я возьму здесь угол, и этот угол будет какой-то γA, то это будет γA деленное на 2π. Потому что если смотреть процент окрестности площади, который лежит внутри треугольника, он будет пропорционален углу. То есть он будет равен углу делить на развернутый угол на 2π. Будет получаться вот такая вот вероятность. Теперь посмотрим еще на один аспект, как можно интерпретировать вот эти проценты территории, которые попадают в треугольник. Давайте себе представим проекцию треугольника на случайную прямую. Вот есть треугольник, мы будем считать, что он закрашенный внутри. И мы спроецируем треугольник на случайную прямую. Что я подозреваю под случайной прямой? Может быть где-то зафиксирована точка, и я равномерно выбираю направление из всех возможных. То есть вот фиксирована здесь точка какая-то O. Я выбираю равномерно одно из направлений. И выбрав направление, проецирую треугольник на прямую. Ну давайте попробуем. Вот если я возьму и вот на такую прямую, вот такую прямую случайно выбрал, проецирую на нее треугольник. Треугольник, естественно, схлопнется в отрезок. И я понимаю, что треугольник схлопывается в отрезок. И вот здесь вот на проекции у меня все время оказывается две вершины. Давайте я введу какое-то число вершин. М число вершин у проекции. Число вершин у проекции, оно, конечно же, равно двум. Всегда, неважно, как расположен треугольник, как бы ни легла прямая, число вершин на проекции — это двоечка. И давайте посмотрим, как можно эту двоечку представить, посмотреть на нее по-другому. Каждая вершина исходного треугольника, вот у него вершины А, ой, В и С у меня уже задействованы, давайте будут вершины А1, А2 и А3. Есть три вершины. Каждая вершина при проецировании может либо сохраниться, либо погибнуть. Вот, например, в этой картинке у меня вершина А2, это была вершина исходного треугольника, при проецировании она осталась вершиной отрезка, А3 при проецировании осталась вершиной отрезка, А1 легла на середину, и она перестала быть вершиной у проекции, то есть она погибла. Вот А2 и А3 выжили, а А1 погибла. Соответственно, я могу представить вот это число вершину проекции как сумму трех индикаторов, как индикатор того, выживет ли первая вершина, индикатор выживания первой вершины при проецировании, плюс индикатор выживания второй вершины при проецировании, плюс индикатор выживания третьей вершины при проецировании. Это равно двоечке. Ну, например, в моем конкретном случае первая вершина погибла, индикатор оказался равным нулю, вторая вершина выжила при проецировании, индикатор оказался равным двойке, ой, единичке. И третий индикатор, вершина тоже выжила при проецировании, вот это оказалось равно единичке. То есть на картинке, которую я нарисовал, это равно нулю, это равно единичке, это равно единичке. Если я, соответственно, проведу другую случайную прямую, то у меня, ну, например, может так оказаться, что вторая погибнет, например, если прямая будет горизонтально идти вдоль, ну, горизонтально, как нарисовано, вдоль, например, линии А1А3, то А1А3 выживут при проецировании, будут единичками, а второй индикатор будет нулём, но неважно, всё равно из этих трёх случайных величин 2 равны единичке и 1 равна 0. Бывает, конечно, маловероятная ситуация, когда мы оказываемся, проецируем на прямой ортогональную стороне, тогда вроде две вершины выживают, да, они обе спроецируются в одну точку, но вероятность такого 0 в силу равномерности вращения, поэтому мы такие ситуации проигнорируем, они никак не влияют на ожидаемое количество. Соответственно, давайте посмотрим теперь, каковы шансы, что первая вершина выживет при проецировании на случайную прямую. Это очень простая случайная величина, из того, что она равна либо 0, либо единичке, либо вершина выживет, либо вершина не выживет, то мы можем легко посмотреть на закон распределения этой случайной величины. Давайте посмотрим, когда выживает точка при проецировании. Вот это у нас вершина угла, это пусть будет вершина В, значит, вот у неё тут какой-то угол гамма, соответственно, доля территории рядом с В, которая принадлежит треугольнику, это гамма делить на 2Пи. Ну и давайте нарисуем несколько прямых, случайных, посмотрим, от чего зависит результат проекции. Ну если прямая, например, проходит вот так вот, на которую я проецирую, случайная прямая прошла так, хотя даже нарисую нормаль к этой прямой, то при проецировании треугольник, он где-то находится вот там вот, может быть даже это многоугольник выпуклый, эта вершина, конечно, выживет. Вот это нарисована ситуация, когда вершина осталась после проецирования, потому что проекция будет лежать где-то вот здесь вот, ну туда, там дальше может продолжаться, не знаю насколько, неважно. Давайте нарисуем ситуацию, когда точка при проецировании скрывается близлежащими сторонами. Давайте нарисуем такую ситуацию. Ежели это та же самая вершина В, вот эта так легла случайная прямая, вот так легла нормаль к этой прямой, и при проецировании вершина В окажется в серединке где-то проекции, и она перестанет быть вершиной от проекции. Вот при проецировании то, что было вершиной, перестало быть вершиной. И есть еще третья ситуация, когда вершина погибает при проецировании. Давайте ее тоже изобразим, был угол, вот была вершина В, давайте продлим стороны угла, нарисуем прямую, ну хотя может быть просто, то есть эта ситуация может быть похожа на ту, ну вот, если нормально, можно нормально нарисовать другую сторону от прямой, то есть если нормаль ляжет вот сюда вот, к прямой, то при проецировании тоже точка погибнет. Соответственно получается, что вероятность выжить, да, вот эта вот самая случайная величина, индикатор того, что вершина В выживет, это случайная величина равна нулю или единичке, значит единичке мы выживаем, когда мы погибаем, точка погибает, если нормаль оказывается внутри либо самого угла, либо его зеркального отражения, вот если нормаль попадает в две эти области, то, соответственно, вершина погибает, то есть вероятность вершине погибнуть, это, значит, вероятность этого 2 альфа от В. Ну и вероятность того, что вершина выживет при проецировании, вероятность того, что индикатор будет равен единичке, это единичка минус 2 альфа от В. Соответственно, мы нашли, что вершина выживает с вероятностью 1 минус 2 альфа от В, а вершина погибает при проецировании с вероятностью 2 альфа от В. Получается, что мы углу дали вероятностную трактовку. Удвоенный угол — это вероятность того, что вершина погибнет при проецировании. И это классно. Возвращаемся к проекции треугольника на случайную прямую. У меня есть три вершины — А1, А2, А3. И у каждой вершины есть доля территории, которая лежит в треугольнике рядом с вершиной. То есть альфа от А1, альфа от А2 и альфа от А3. И мы выяснили, что при проецировании число вершин, выживающих при проецировании, всегда равно 2. Одна гибнет, с вероятностью 1, одна гибнет, и с вероятностью 1 остаются 2. У меня А2 и А3 остались. Треугольник спроецировался в отрезок. Вершины 2 и 3 выжили, первая погибла. И мы сказали, что число вершин — это двойка. Значит, индикатор того, что выживет первая вершина, плюс индикатор того, что выживет вторая вершина, плюс индикатор того, что выживет третья вершина, в сумме дают 2. Берем математическое ожидание слева и справа. Получаем, что математическое ожидание первого индикатора плюс математическое ожидание второго индикатора плюс математическое ожидание третьего индикатора равно двоечке. А как считать матождание вот такой простой случайной величины? Мы значение 0 множим на вероятность, значение множим на вероятность. И, соответственно, мы получаем замечательную формулу, которая говорит, что если я по всем вершинам, и наше рассуждение особо никак не используется треугольник, здесь на самом деле можно работать с любым выпуклым многоугольником, если я просуммирую по всем возможным вершинам единичку минус удвоенное альфа от вершины, то я должен получить 2. На самом деле я не особо пользовался, что треугольник это именно треугольник, мне было важно на самом деле выпуклость фигуры при расчете вот этой вероятности 1 минус 2 альфа от V. Ну, все, давайте для треугольника напишем, что получится. У треугольника 3 вершины, значит, здесь будет 3 минус удвоенная сумма по всем вершинам, значит, альфа от первой вершины плюс альфа от второй вершины плюс альфа от третьей вершины и равно это двоечке. Ну, соответственно, двойку слева и справа вычитаем, переносим, домножаем, а мы знаем, что каждый альфа это угол делить на 2пи, соответственно, двоечка сокращается, и что мы получаем? Мы получаем, что 2 умножить на сумму альфа от V по всем вершинам должно равняться одному. Ну, поскольку альфа от V это гамма, делить на 2пи, 2 сократится. У меня получится, что сумма по всем вершинам гамма от вершины, деленная на пи, равняется одному. И я получаю для треугольника замечательный факт, что гамма 1 плюс гамма 2 плюс гамма 3 равняется пи. Ну, это означает, что сумма углов в треугольнике дает 180 градусов. Ну, казалось бы, это просто странное, неожиданное, вероятностное доказательство старой формулы. Но прекрасен этот подход тем, что, например, точно так же можно получить формулу для суммы углов в сферическом треугольнике, что мы сейчас и сделаем. Переходим в пространство. Давайте нарисуем сферу и сферический треугольник на ней. Это будет наш арбуз, это центр сферы. Давайте выберем три точки, одну на полюсе, вот здесь вот, третий чуть-чуть, наверное, где-то вот поближе. Соединим их радиусами и нарисуем какие-то участки сферы. Значит, здесь вот. Пониже возьмем. И вот так вот. Вот он наш сферический треугольник. И мы сделаем точно так же. Мы будем проецировать на этот раз не на случайно выбираемую прямую, а на случайно выбираемую плоскость. То есть как, ну, берем, фиксируем любую точку, неважно, там, здесь, центр нашего шара, неважно. Берем, фиксируем любую точку и выбираем случайную плоскость. Как выбрать случайную плоскость? Ну, например, можно выбрать равномерно случайную точку на сфере. Ну, например, вот эту выбрать. Считать, что вот этот вектор из центра до случайно выбранной точки на сфере задает нормаль. К ней существует единственная плоскость. И на эту случайную плоскость проецировать. Ну, давайте выбирать плоскость для проекции так. И нам понадобится тоже характеристика альфа от точки. Но на этот раз, поскольку дело происходит в пространстве, а не на плоскости, альфа от x, то есть для произвольной точки пространства x, неважно, где лежит x, она может лежать внутри, сферы внутри или снаружи, абсолютно неважно. Мы определяем альфа от x. Альфа от x это будет следующая характеристика. Это будет доля пространства малой окрестности x, попадающая на этот раз не в треугольник, а в трехгранный угол. У нас есть трехгранный угол. Давайте обозначим эту точку O. Это пусть будет A, это пусть будет B, это пусть будет C. Вот у нас есть трехгранный угол. А, B, C, O. И, соответственно, для произвольной точки пространства я определяю долю малой окрестности точки x, попадающую в трехгранный угол. Трехгранный угол. Ну, давайте я его для краткости обозначу. Ну, например, давайте я возьму, если точка x не лежит на трехгранном угле, то альфа от x равняется нулю, если x не лежит на этом трехгранном угле. Если x, например, лежит вот где-то вот здесь, давайте вот эта точка какая-то y, да, у меня y лежит на сферическом треугольнике, она целиком попадает в трехгранный угол, да, альфа от y будет равно единичке. Например, если у меня, а, давайте посмотрим, например, чему равняется альфа от O, да, O, это вот эта точка. Если я нарисую маленькую эпсилонокрестность, маленькую окрестность точки O, маленькая круглая окрестность точки O, она будет подобна, собственно, всей сфере, да. И поэтому в маленькой окрестности у меня нарисуется точно такой же сферический треугольничек, как наверху, вот, если я нарисую маленькую окрестность точки O, то будет полное подобие с большой картинкой, и поэтому я могу сказать, что альфа от O чему равно? Я помню, что если, ну, давайте считать, что большая сфера, она имеет радиус равный единичке, и, соответственно, если большая сфера имеет радиус равный единичке, то поверхность, площадь поверхности сферы, я воспользуюсь готовым результатом, что это 4π, и, соответственно, доля пространства рядом с точкой O, которая попадает в этот трехгранный угол бескрайний, бесконечный, уходящий за пределы сферического треугольника, это будет площадь этого сферического треугольника, то есть давайте я обозначу S ABC, но я имею в виду площадь сферического, да, не по прямой соединять, а площадь сферического треугольника ABC делить на 4π, на площадь поверхности сферы. Это, соответственно, альфа от точки O, какая доля пространства рядом с точкой O попадает в этот бескрайний трехгранный угол. И, например, последняя ситуация, которая нас будет интересовать, если я возьму точку где-нибудь на прямой, да, O, A, или O, B, или O, C, если я выберу точку Z где-нибудь вот здесь вот, да, точка Z, там, естественным образом, возникает двугранный угол, да, есть грань вот в точке Z, у меня такая ситуация, есть две грани, и прямая O, A, это серединка между этими гранями, и поэтому, если я буду считать альфа от точки Z, то есть доля пространства, которая рядом с точкой Z попадает в мой трехгранный угол, у меня получится, соответственно, двугранный угол через ребро O, A, да, делить на 2P, то есть у меня получится какое-то, ну, давайте его назовем какое-то гамма Z, деленное на 2P, то есть ситуацию проще рядом с Z нарисовать на плоскости, если я мысленно разрежу по перпендикуляру к O, A в точке Z, перпендикулярная плоскость, то у меня картинка будет выглядеть так, вот здесь точка Z, здесь маленькая сфера, вот здесь проходит, я просто разрезал, сделал такой срез перпендикулярной линии O, A в точке Z, то у меня картинка там выглядит следующим образом, вот это начинается трехгранный угол, вот здесь вот у меня гамма, угол гамма Z, и, соответственно, альфа от Z, это гамма Z, деленная на 2P, то есть у меня ситуация превратилась в плоскую. Все, я для всех точек пространства научился считать такую характеристику, как доля пространства рядом с этой точкой, попадающая в трехгранный угол. Ну, давайте еще для контроля какую-нибудь точку возьмем, например, я возьму точку X, Y, Z, W, W лежит где-то на грани, лежит на грань, давайте я рассмотрю, грань A, O, C, да, лежит в плоскости A, O, C, давайте вот здесь она лежит на плоскости, и если я там нарисую сферу, маленькую-маленькую окрестность, то половинка этой сферы попадет в трехгранный угол, половинка этой сферы вылезет за трехгранный угол, поэтому альфа от W будет равно 1 и 2. Еще раз, по смыслу, альфа это доля пространства рядом с точкой, которая попадает в трехгранный угол. Когда у меня есть это альфа, с одной стороны у альфа есть вероятностная интерпретация, с другой стороны у альфа есть интерпретация либо как двугранный угол делить на 2π, либо как площадь сферического треугольника деленная на 4π, но благодаря этой геометрической интерпретации у альфа я имею связь между геометрической интерпретацией альфа и вероятностью интерпретации альфа, и мне это позволит использовать теорию вероятности для вычисления связей между углами. Но давайте посмотрим, что происходит при проецировании на случайную плоскость. И в этом смысле ситуация мало чем отличается от ситуации с проецированием у меня случайную прямую. Давайте снова применим случайную проекцию. Возьмем и спроецируем наш бескрайний трехгранный угол на случайную прямую, ой, на случайную плоскость. Что может произойти? Тут на самом деле картинка гораздо проще. Давайте я отдельно нарисую. В собственной ситуации возможно всего 2 с вероятностью 1. Первая возможная ситуация. Жил-был вот этот трехгранный угол и спроецировали мы его на такую вот случайную плоскость. Розовую. И при этом этот трехгранный угол просто возьмет и накроет всю плоскость. Ну потому что вот отсюда из точки О проекция 1 прямой будет уходить куда-то на бесконечность, проекция вот той прямой будет уходить на бесконечность, и проекция 3 прямой тоже будет уходить на бесконечность. И, соответственно, может такое сложиться, что при проецировании трёхгранный угол накрывает всю плоскость. Соответственно, в этой ситуации у нас у проекции окажется 0 вершин и 0 ребер. Значит, здесь число вершин у проекции 0, число ребер у проекции 0. Однако, возможно, ещё одна ситуация. Давайте я её попробую нарисовать. Вот это вот трёхгранный угол. Ну, давайте мы ему нарисуем для иллюзии пространства такой треугольничек. Я его проецирую на другую случайную плоскость. Вот случайная плоскость у меня вот так пройдёт. Что при этом получится? При этом произойдёт следующее. В этой ситуации у меня одна прямая при проецировании сохранится. Ну, давайте считать, что вот та вот дальняя прямая при проецировании тоже сохранится. А третья прямая при проецировании ляжет между первыми двумя. И в результате проекция будет иметь вот такой вид. Вот закрашенный такой вот обычный угол на плоскости. Бескрайний в одну сторону. В результате два ребра, которые были рёбрами у исходного угла, стали рёбрами проекции. А одно ребро, которое было ребром исходного трёхгранного угла, погибло при проецировании. Ну, заметим, что здесь у нас одна вершина. И два ребра у проекции. И давайте заметим, что между количеством выживших рёбер и выживших вершин у проекции всегда выполняется одно очень простое тождество. Давайте заметим, что удвоенное количество вершин равно числу рёбер у проекции. У нас есть тождество. 2NV равно NE. И точно так же разобьём эти величины в сумму индикаторов, поскольку количество выживших рёбер — это сумма индикаторов. Выжило ли первое ребро, выжило ли второе ребро, выжило ли третье ребро. Количество выживших вершин, ну вершина-то у неё одна, это, соответственно, просто индикатор, выжило ли вершина О в результате проецирования или её накрыло при проекции. Значит, что получается? Получается, что 2NV на индикатор того, что выжила вершина О, равняется сумма индикаторов того, что выжило первое ребро, E1, плюс индикатор того, что выжило второе ребро, плюс индикатор того, что выжило третье ребро. Мы снова возьмём мат ожидания. Значит, 2NV от мат ожидания выживаемости вершины О при проецировании равно математическое ожидание от выживаемости первого ребра плюс математическое ожидание от индикатора того, что выжило второе ребро, плюс математическое ожидание от индикатора того, что выжило третье ребро. Мы получили то же самое, тоже как на треугольнике, только для трехгранного угла. Ну а теперь давайте посмотрим, как устроены эти случайные величины. Какова вероятность того, что I0 будет равно единичке? Какова вероятность того, что вершина O выживет при проецировании? Выживет при проецировании, она вот в такой ситуации. Вот вершина O выжила при проецировании. Вот вершина O при проецировании оказалась накрытой. И здесь вот вся плоскость закрашена проекцией закрашенного угла. Давайте посмотрим, как устроен индикатор от О и типичный индикатор от выживаемости для типичного ребра. Давайте внимательно посмотрим, когда вершинка О не выживает при проецировании и когда вершинка О выживает при проецировании. Действительно, надо просто, как и в прошлом случае, с плоским треугольником посмотреть на нормаль к случайной плоскости. Раньше была случайно прямая, мы смотрели, куда ляжет случайно нормаль к ней, а теперь мы смотрим, куда ляжет нормаль к случайной плоскости. В картинке, где точка О погибает, нормаль ложится внутрь трехгранного угла или внутрь его отражения. А в ситуации, когда вершинка выживает, нормаль к случайной плоскости ложится вне трехгранного угла или вне его продолжения. Если нормаль ложится в продолжение трехгранного угла внутрь, то в этой ситуации вершинка тоже погибает. То есть получается, что случайная величина И0 принимает два значения, либо 0, либо 1. Погибает вершина О, вот в этой ситуации она погибла, индикатор выживаемости равен нулю, и эта вероятность равна 2 α от О. Почему 2? Потому что вероятность попасть в верхнюю половинку, потому что нормаль попадает в верхнюю половинку, это α от О, в нижнюю половинку α от О, это О 2 α от О. И вероятность выжить для вершины это 1 минус 2 α от О. Та же самая формула, только в пространстве. Соответственно, мы уже знаем, что вот это математическое ожидание индикатора, оно равно 0 на 2 α плюс 1 помножить на 1 минус 2 α. Соответственно, вот эта вот вероятность, это и есть мат-ожидание от индикатора О. Дальше нам осталось посмотреть, когда выживает при проецировании ребро, когда оно в проекции остается ребром. Вот здесь нарисована картинка, давайте обозначу ребра. Это будет ребро Е1, вот оно при проецировании погибло. Вот это ребро Е2, оно при проецировании, вот эта проекция от Е2, оно осталось ребром. И вот третье ребро Е3, оно при проецировании сохранилось. А вот ребро 1 погибло при проецировании, его не видно, оно не осталось ребром проекции. А вот Е2 и Е3 выжили при проецировании. Давайте посмотрим, как устроена жизнь ребер. Что должно произойти, чтобы при проецировании на случайную плоскость ребро выжило. Переходим к изучению выживаемости ребер. Давайте изобразим типичное ребро. Вот идет ребро. Вот это у нас двугранный угол. И мы проецируем этот двугранный угол на какую-то случайную плоскость. Давайте посмотрим, каковы шансы, что этот угол выживет. Что это ребро выживет при проецировании. Смотрите, ситуация ровно точно такая же. Чтобы ребро погибло при проецировании, нормаль к случайному... Давайте я нарисую картинку. Чтобы при проецировании ребро погибло, нормаль должна войти внутрь двугранного угла. Или внутрь его продолжения. Давайте я нарисую вот здесь продолжение двугранного угла. И вот здесь у меня будет какая-то случайная нормаль. Вот ежели это случайная нормаль оказалась внутри двугранного угла, то при проецировании это ребро погибнет. Однако, если случайная нормаль, нормаль к случайной плоскости, вылезла за пределы... Ну, давайте вот сюда ее куда-то направим, в сторону. Вот если случайная нормаль вылезла за пределы двугранного угла или его продолжения, отражения, то тогда при проецировании ребро выживет. Соответственно, получается ровно то же самое соотношение, как было на треугольнике, на плоскости, или как было для вершины трехгранного угла. Вероятность того, что ребро выживет, индикатор выживаемости типичного ребра, он равен либо нулю, либо единичке. Нулю — это вероятность того, что нормаль проникнет внутрь двугранного угла или его отражения. То есть вот здесь, если писать вероятность, то это 2 альфа от ребра, а вероятность того, что выживет, соответственно, 1 минус 2 альфа от ребра. И поскольку математическое ожидание индикатора равно 1 умножить на вероятность, просто совпадает с вероятностью, то есть математическое ожидание индикатора выживаемости ребра равно 1 минус 2 альфа от е, то мы можем заменить все этим от ожидания на соответствующие суммы вероятностей. И у нас получается такой прикольный результат. 2 умножить на 1-2 α от O плюс, ну если сложить по 3, да, здесь будет, нет, все, равно, равно 3 минус, а здесь будет удвоенная сумма всех α для всех трехгранного угла. Значит здесь будет 2 α от E1 плюс α от E2 плюс α от E3. Все, это шикарное торжество, которое мы получили просто подставив математические ожидания, мы его можем перевести в геометрический смысл. Давайте вспомним, что мы установили, что α от ребра это соответствующий двугранный угол делить на 2π, а α от вершины трехгранного угла это площадь сферического треугольника, деленная на площадь всей сферы с единичным радиусом на 4π. Соответственно, значит, что мы тут, 3 и 2, осталось 1, и у нас получается такое замечательное соотношение, что 2 умножить на αe1 плюс α от E2 плюс α от E3 равняется 3, 2 ушло, осталось 1, плюс, а здесь вышло 2 на 2, 4 α от O, от вершинки. Вспоминаем, что α от O это площадь сферического треугольника ABC, деленная на 4π, а α от любого ребра это соответствующий двугранный угол деленная на 2π. И просто подставляем. Просто подставляем долю α для ребра в сумму, до α от вершины трехгранного угла в сумму. Смотрите, какая магия. Здесь как раз двоечка сокращается с двоечкой, и как раз четверочка сокращается с четверочкой. Получается, что γ1 плюс γ2 плюс γ3 деленная на π равняется 1, плюс проще ABC деленная на π. Ну, на π это удобно домножить, и получится, что сумма углов в сферическом треугольнике, вот они, эти двугранные углы, пусть это будет γ1, это пусть будет γ2, это пусть будет γ3, это и есть наши двугранные углы. В сумме они дают π плюс можно нарушать. Вот на сферическом треугольнике можно нарушать сумму в 180 градусов. Можно больше получить, чем 180. И можно получить ровно на площадь треугольника. У этой формулы есть такая смешная интерпретация, что если ты большой треугольник на сфере, то ты можешь очень сильно нарушать формулу суммы углов. Если я очень большой треугольник, я занимаю очень большую площадь на сфере, то я могу иметь сумму углов не π, а чем я больше, тем больше я могу нарушить правила для плоскости. γ1 плюс γ2 плюс γ3 равно π. А ежели треугольник маленький, 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 он тогда почти, у него кривизна очень маленькая, и, соответственно, он похож на плоский, тогда у него сумма углов γ1 плюс γ2 плюс γ3 будет примерно равно π, будет срабатывать старая формула. Соответственно, мы доказали формулу суммы углов для сферического треугольника с помощью теории вероятностей.